Урай станет театральным центром. В эти дни здесь идет активная подготовка к ежегодному фестивалю «Надежда есть», который уже в 11 раз объединит служителей мельпомены из разных городов. Впервые это событие в культурной жизни первого нефтяного случилось весной 2011 года. Его основателем стал театр «Синяя птица». Название придумывали сообща. Оно должно было стать установкой, что есть надежда на особенную театральную жизнь в Урае. Тогда на самом первом конкурсе. Об этом говорила Лариса Коршунова, организатор этого праздника искусства. Есть огромная надежда и уверенность, что фестиваль станет традиционным. И мы в следующем году снова приглашаем все коллективы, зрителей Урая посмотреть на наши театры. Эта огромная надежда дала толчок теперь уже доброй традиции. Вот на сцене актер Рустам Исангулов в одной из постановок. Юноша, как и многие тогда еще совсем юные артисты, волновался. Перед каждым спектаклем, конечно, бывает такое. У меня и сейчас сколько лет не хожу, все равно мандраж есть. Немного боюсь сцену. Но все равно мы к этому очень стремились, много дней готовились, несколько раз репетировали. Сегодня Рустам Исангулов уже не только состоявшийся актер, но и режиссер молодежного театра «Депо-22». В качестве актеров студенты Уральского политехнического колледжа. Коллектив вместе с руководителем репетируют, чтобы принять участие в фестивале 2022-го. Они представят пьесу-эксперимент. Готовились недолго, потому что хотят и могут импровизировать. Месяц. Подготовка заняла месяц. Ну, мы же экспериментируем. Я не выстраиваю точную драматическую цепочку. Я, наоборот, больше экспериментов вкидываю. Молодые, дерзкие, талантливые, маститые и опытные. Их уже более 10 лет объединяет фестиваль «Надежда есть». Он стал известным в Югре и России. На конкурс приезжают уже верные друзья и новички. Все они находят здесь поддержку и понимание. В этом году жители и гости города смогут увидеть 17 постановок. Фестиваль стартует сегодня в 19.00. И сразу начнутся спектакли. Один из них – Дон Кихот и Дальга из Ла-Манчи. Эта постановка поддержана конкурсом социальных и культурных проектов компании «Лукоил». Каждый раз, когда мы выходим сюда и можем все вместе оторваться от всех своих проблем – это огромная наша победа. Я хочу, чтобы вот этот день, вот этот спектакль сегодняшний, вы именно так воспринимали, как большую победу над всеми обстоятельствами, которые в жизни нас окружают. Главная роль в этом проекте у Леонида Архипова. Он добрый друг урайских театралов и фестиваля «Надежда есть». В этом году он вновь на сцене с единомышленниками. Обещает вложить всю душу в своего героя. У него есть желание вот пойти и перевернуть все. Сделать, чтобы все были счастливы, чтобы наказать всех негодяев, чтобы победить зло, чтобы люди знали, что наступила какая-то счастливая жизнь. Я хочу, чтобы наши дети сегодняшние кому-то подражали, чтобы заразить этой романтикой, заразить этой любовью к путешествиям, к поединкам. Спектакль «Дон Кихот и Дальга из Ла-Манчи» можно посетить по Пушкинской карте. Организаторы фестиваля заранее заявили постановку в этот федеральный проект. Мы подали спектакли много, но у нас по итогам, вот на сегодняшний момент, нам подтвердили модерацию только на «Дон Кихота» и на «Невест». Поэтому мы бы хотели все, что было по Пушке, но это не от нас зависит, к сожалению. Порядка 20 спектаклей разных жанров и направлений в Рае можно будет посмотреть с пятницы по воскресенье. Уже 11 апреля станут известны имена победителей и обладателей призов за самые яркие работы. Елена Шамшаева, Александр Русков. Наши города. Продолжение следует...